друзья всем привет сегодня коснемся такой наболевшей темы как своими руками не используя никаких дополнительных инструментов восстановить помутневшую желтую старую поцарапанную пластиковую оптику как сделать из старой пошатанной фары внешне новую абсолютно прозрачную хорошую чистую светлую оптику сделать это несложно если соблюдать всю технологию подготовки для работы с вот этим материалом это лак компании hb body lens clear если соблюдать всю технологию результат получится хорошим и лак будет держаться работал я в условиях полностью в условиях гаража у меня сейчас нет никаких инструментов но оптику себя на машине поменял на ксеноновую в линзах заводскую и сама оптика мне пришла в печальном довольно таки виде для работы я использовал антисиликон фирмы body лак фирмы body кстати на рынке это единственный лак который есть баллончиках именно для оптики предназначены все остальное идет в банках под нанесение из пистолета также для работы было куплено наждак трезак 3000 а мирковский брусок у меня был что-то мягкое потому что на ладошки этого не вытереть по порядку листы вот такие листы 600 800 1000 1500 2000 и трезак 3000 именно в таком порядке нужно правильно работать с этой оптикой также нужны будут полотенца бумажные чтобы собирать воду и обезжиривать и так по порядку в идеале фару лучше снять потому что у вас будет доступ чтобы отмыть все торцы доступ чтобы их хорошо пролакировать и снять резинки если фара будет оставаться на кузове вероятность того что у вас из-под резинки полетит мусор довольно таки высока и вы не сможете пролакировать нормально закрытые участки первым делом фара разбирается снимается разбирается фара все вымывается хорошо вымывается с мыльной водой жесткой стороной губки смываются все загрязнения потом в идеале все обезжиривается и начинаем работать с 600 наждака потому что мы сейчас рассматриваем вариант подготовки только вручную без инструмента если у кого есть машинки то на машинках на сухую проходим 400 600 а потом берем уже 800 мокрую и пошли работать дальше на мокрую потому что подготовка должна быть ручной деликатной иначе машинкой можно запилить толщину пластика пластик то он тоже имеет свой толщин 600 к и на бруске мы удаляем все глубокие риски и снимаем вот этот слой который уже ультрафиолетом на пластике погиб равномерно крестовыми движениями круговыми движениями то есть смешиваем комбинируем движения снимаем в течение 3-4 минут такую фару снимаем с него вот этот убитый ультрафиолетом слой возможно что у вас на фаре было еще осталось заводское покрытие как пленочки но будут постепенно тянуться для этого вы периодически протираете сухой салфеткой все вытираете воду испаряется с поверхности и смотрите пленка будет наблюдаться как тонкая паутинка глянцевая тянущиеся у меня на фарах ее не было поэтому я просто до матового состояния выбивал всю риску 600 также 800 также две-три минутки 800 к работаем протерли посмотрели все хорошо продолжаем если не хорошо вы будете видеть глубокую риску продолжаем тысячкой также с водой далее полторы тысячи две тысячи все по полторы две минуты тру каждым наждаком и 3000 3 очком обрабатываю хорошо всю плоскость течение двух-трех минут и прохожу заложу на торцы куда я не залазил до этого не одним из наждаков торцы также подмотовую и все фара у меня готова к лакировке в принципе сложность в этой всей процедуре лакировки заключается лишь в том чтобы равномерно и правильно понизить риску от 6 сотки до 3000 не пропустить никакой из этапов иначе эта риска будет видна под лаком этот лак с ним работать отчасти как легко также и сложно потому что если мы где-то закосячили не прошли трезаком или решили не проходить двухтысячным или между восьмисоткой полуторкой пропустили тысячку и потом ее где-то не выбили это все будет видно под этим лаком кто-то сейчас скажет что допустит резака можно полирнуть абсолютно с этим соглашусь можно полирнуть фару и фара будет блестеть но ультрафиолет за два месяца опять превратить фару в убитое желтое такое мутное состояние потому что фара у вас уже не имеет ультрафиолетовой защиты в виде пленочки по наружной части и то есть абсолютно у любой оптики которая пластиковая поэтому полирнув фару не защитив ее от ультрафиолета вы тоже самое получите за одно лето то есть от ультрафиолета этот лак защищает либо же если вы решили полировать они наносить лак то вы полирнули и должны наклеить туда бронировочную пленку которая имеет защиту от ультрафиолета иначе ваша вся работа на смарку в принципе по цене этим лаком работать дешевле нежели от полировать и защитить бронировочной пленкой этот лак на силиконовой основе он по своей структуре как резиновый то есть сколы на нем не так быстро будет образовываться как просто отполированный пластик который будет сечь этот лак наносится в два слоя и этой толщины достаточно для защиты от ультрафиолета для придания кристального кристальной прозрачности и для собственной защиты от сколов самой оптики по нанесению желательно всю фару которая не будет подлежать лакировки оставшиеся заклеить газетами бумагой пленкой чем-нибудь завернуть чтобы туда не попадал лак и оттуда не попадал мусор который мы не смогли вымыть все обезжиривается протирается два раза обезжириваю на всякий случай хорошо торцы хорошо поверхность потом сухой салфеткой все протираем и у нас готова к нанесению лак в течение трех минут активно перетряхиваем перемешиваем первый слой наносим не в полный глянец как бы 80 процентов капельки которые вылетают они кажутся довольно крупными но они растягиваются натягиваться то есть после нанесения первого слоя через десять минут мы получаем в принципе почти идеальный глянец капельки сами по себе соединились и растянулись второй слой наносим крест-накрест относительно первого и уже в полный глянец то есть наливаем и наблюдаем чтобы все растекалась полностью в глянец перегружать этот лак не стоит потому что он может потечь и на торсах будут некрасивые потеки потом они могут сорваться при мойках еще одно очень такое важное замечание от технология спасибо паше за то что пообщался со мной когда я спрашивал как работать с этим лаком я с этим лаком работал первый раз так вот важное замечание кроме подготовки за которые я уже рассказал этот лак в течение недели нельзя мыть под высоким давлением то есть он полностью пока станет нельзя мыть не химии не высоким давлением то есть даем спокойно ему а жить зажить на фаре так сказать в дальнейшем этот лак боится какого-либо обезжиривание на себе то есть если мы будем брать обезжирку что-то там смывать с фары вдруг какие-то загрязнения этот лак может размягчиться и потянуться я лично еще ничего не пробовал думаю пробовать не буду поэтому поверим на слово технологу технологу компании hb body материал которых я купил кроме того к этой фаре и потому что лак на силиконовой основе загрязнения сами по себе смываются водой элементарно поэтому как такового смыть обезжиркой не надо то есть на фаре ничего не держится точно также он говорит что на ней и будет очень плохо держаться скотч вдруг когда-то что-то придется фару там оклеивать то есть скотч будет сам по себе плохо держаться по поводу того где его еще можно этот лак использовать кроме передней оптики я могу себе так вполне представить что на задней оптике потому что пластик все одинаковое задняя оптика также мутнеет ее также надо защищать от ультрафиолета не просто полировать а защищать от ультрафиолета то есть либо пленка либо лак тут без вариантов но вот такое нанесение в баллоне мне очень нравится по расходу скажу честно ну так по весу я израсходовал процентов может быть 15 ну максимум 20 на вот эти две фары фары не совсем большие но и не маленький как бы целиком с поворотником блок фара такая расход хороший из того что мне не понравилось именно в нанесении этого материала мне понравилось что факел дует точкой могли бы сделать уже факел именно широким то есть это элементарно лечится заменением колпачка вот этого нажимающегося на любой другой где есть распыление я думаю это без проблемы потому что с грунтами этот вариант у них проходил у меня к сожалению сейчас нету таких колпачков поэтому я скажем так перетерпел перешагнул через себя и выполнил работу чем что есть надо разве что очень и очень хорошо вымешать потому что я помешал секунд 30 пробовал куда-то пшикнуть он прямо плюется вымешал его три с половиной четыре минуты примерно и реально лак начал наноситься пылью нормально по общему итогу результат конечно виден на лицо этот результат уже было видно в процессе перетирки когда я закончил перетирать одну фару и положил ее рядом с другой результат явно виден что уже нету желтизны на наружной части фары что фара в принципе уже становится гораздо прозрачным даже в заматованном состоянии нежели она просто ко мне пришла из коробки и и достал внешне фара выглядит конечно изумительно то есть расстояние там 40 сантиметров но при детальном рассмотрении не знаю возможно на камеру этого не будет видно за счет того что я красил в гараже есть вот этот микро пыль то есть микро пылинки слой лака очень очень тоненький получается растягивается он и он в себе не топит вот эту вот пылинку поэтому такое вот важное условие кто будет делать это именно в гараже максимально закрывайте сквозняки я не смог тут этого сделать потому что у меня не хватает части в окне и сквознячок небольшой был вот это вот именно мой косяк но опять же скажу это при рассмотрении в упор когда на фару смотрим так внешне все идеально все блестит все хорошо никакой риски я не упустил потому что павел сказал если я где-то про втыкаю чуть-чуть риску она будет смотреться как тоненькая матовая паутиночка вот этого вот ничего незаметно поэтому подводя итог материал рабочий цена на все это дело не такая уж великану баллон вы купили целиком баллон у вас останется баллона хватит в круг теоретически на всю машину чтобы залакировать все что есть из оптических элементов на автомобиле пластиковых по наждаку надо по четверти листочка каждого номера для одной фары по деньгам это вообще минимум по затратам времени 20 минут перетирка одной фары и еще полчаса это заклейка обезжирка и лакировка то есть в общей сложности на одну фару тратится один час по сушке этот лак за два часа уже готов к установке но я не рискую оставил его на ночь чтобы он нормально высох уж наверняка нормально высох и можно было смело ставить это все дело на машину но через два часа если это все окрашивалось на кузове автомобиль уже можно эксплуатировать плане выезжать только не мыть течение недели на этом у меня все по теме именно видео теперь хотелось бы сказать немного о том почему так мало выходит роликов я сейчас переехал я занимаюсь стройкой строительством мне не до каких-либо ремонтов или еще чего-нибудь делать вот это я видео снял именно потому что мне нужно было сделать свою оптику я сейчас не работаю с клиентурой потому что мне негде работать у меня нету на это времени на втором моем канале я занимаюсь строительством там такое от балды что-то снятое что-то показано и больше этом обращаюсь с вопросами к людьми которые хоть как-то связаны со стройкой стройка будет еще длиться очень долго в планах у меня где-то в конце мая начале июня я еду в самару на обучение по хромированию вот это будет показано это будет очень интересный там четырехдневный курс потом возможно я поеду в польшу тоже на одну там на один курс по обучению но это возможно именно поэтому как бы роликов то тут на этом канале не выходит и еще по поводу соцсетей украина идет глубоко в европу вконтакте у нас уже давненько закрыт поэтому я вконтакте появляю все реже ссылка на мой facebook есть внизу в описании есть в шапке канала прямая переходим там я буду отвечать гораздо быстрее потому что не надо пользоваться в пенами и всем остальным именно там будет мне мне для вас проще отвечать но вконтакте никуда не деваюсь я не удаляю свою страницу я там остаюсь потому что аудитория вконтакте у меня гораздо больше чем на фейсбуке всем спасибо за внимание удачи пока